Сегодняшний гость программы Правда 24 Представит сразу две новинки Из разных отраслей совершенно Потому что это новая книга И новый альбом Захара Прилепина Приветствую Захар, ну прежде всего, конечно, про книгу Потому что, ну, Прилепин Прежде всего, это писатель Во всяком случае, для социума Что это за книга? То, что она актуальна Это очевидно Но вот как автор Эту книгу опишет? Весь этот год Я, как и вся Наша страна То с болью, то с радостью То с ужасом То еще с какими-то странными чувствами Смотрели на события на Украине Потом на Донбассе, в Новороссии Так называемой Но на самом деле началось все далеко не на Майдане Потому что я был частым гостем в Киеве Во Львове, на Гуцульщине бывал У меня там было огромное количество друзей и приятелей В том числе и покойный Олесь Бузина И ребята, которые нынче горячие замайдановцы И какие-то тексты о всей этой ситуации Я начал писать где-то за полгода до Майдана Мне что-то вот в голове перещелкнуло Я начал шаг за шагом делать один-другой текст интервью И я про них забыл А потом, когда вся эта история началась Уже в разгаре уже войны на Донбассе Я вдруг эти тексты перечитал И пришел в ужас от того, что Все события, которые там описаны Были предсказаны буквально поэтапно То есть там была описана не то, что гражданская война А как произойдет Майдан Кто придет к власти Какие именно персоналии И при каких именно обстоятельствах И меня настолько поразила моя собственная прозорливость Что я решил каким-то образом не скрывать это от читателей А вот собрать книжку из тех текстов, которые были опубликованы И которые не были опубликованы И которые писались во время книжки И это получилось такая Ну, по форме Вот опавшие листья розного первого, что приходит в голову Это как какие-то якобы обрывочные, такие философские, публицистические Полу, не знаю, почти поэтические тексты Но с другой стороны, это в целом такая поэма Такая трагическая ода о всех этих событиях И потом уже у меня начались уже с какого-то момента Уже 8 месяцев подряд продолжаются мои поездки в Новороссию, на Донбасс И я был одним из первых, кто все это видел уже Ну, из числа литераторов, музыкантов и общественных деятелей Которые там уже стали бывать И все там видели своими глазами Я понял, что та правда И тот уровень знаний, который есть у меня Скрывать это не буду Он мало у кого есть Я не в силах об этом смолчать А еще, более того Наслаивая и накладывая эту ситуацию На Донбассе, на Украине последнего года На всю историю России Тысячелетнюю Я вдруг шаг за шагом Перечитывая какие-то тексты Там Соловьева, Сихитючева Там биографию Пушкина или Есенина Я вдруг обнаружил одно за другой Сплошные рифмы О том, что вот сегодня То, что происходит сегодня Это происходило вчера, позавчера Пятьсот лет назад, семьсот лет назад Тысячу лет назад Это настолько зачаровывающее ощущение Закольцованности русской истории Что я от этого испытал какой-то Ну, шок такой Что настолько все закольцовано Мне было удивительно И, конечно, я тоже не мог это скрыть от людей И вот такая книжка появилась Называется она не чужая смута Вот для меня ключевым является на самом деле эпитет Не чужая Потому что удивительно, что нам Ну, говорящим, я говорю, нам, не гражданам Российской Федерации А всем тем, кто говорит на русском языке Вообще, некоторые отказывают в праве интересоваться Тем, что там происходит Говорят, это не ваше дело Вот откуда Оппоненты, они искренне В этом своем посыле Что это не ваше дело То, что происходит на Украине Либо они искренне глупы Либо они не искренне Есть два варианта ответа Потому что на чистом глазу говорят, что это не наше дело Когда этим есть дело до всего Всем европейским державам Польша там есть до этого дело Германия есть до этого А уж США какое до этого дело И вдруг только нам до этого нет дела В то время, когда 20 миллионов людей, живущих в Украине Просто этнически русские И две трети страны говорят на русском языке И кому же тогда до этого дело Да не две трети Там, в общем, девять десятых на самом деле говорят Ну, может быть, да Но мы будем так стараться подходить А почему мы все должны стараться? Почему мы все время вот Ну, не говорят 20 миллионов русских И 24 миллиона украинцев Да ради бога Но даже если половина страны Эта половина страны не пришла в гости на Украину Да, у всех такая позиция Что они как бы зашли в гости И должны теперь как бы поскакать Если они в гостях Они там жили всегда Это люди у себя дома Это наша прямая родня Вот во мне там есть украинская кровь Это... Во мне тоже, кстати, четверть Да Вот и поэтому я занимаюсь Своими личными, семейными проблемами Да, я не приехал в Мексику делать революцию Да, я пришел в свой дом Да, у меня вот родня оттуда У меня корни оттуда Поэтому не чужая смута Потому что это моя Моя собственная смута Вы там очень часто бывали Подолгу Я к чему? У нас много есть сотрудников на канале У меня много знакомых из Луганска У них там есть родственники Упрек оттуда Из Донбасса, из Луганска Один и тот же Почему нет российских войск? На них рассчитывают Их ждали, ждут Значит, мы знаем, что кадровые военные Это ВСУ То есть украинская армия И недавно появились кадровые американские военные Спецназ Госдепа там Там действительно нет российских войск? Или все-таки умеют маскироваться? Ну, ответ очень простой До тех пор, пока в плен не взят ни один российский военный Как известно, взяли там только один там Одно отделение десантников Которые были вообще без оружия Да Если идет год война с российскими вооруженными силами И нет ни одного пленного А показывают только паспорта Которые, как известно, не носят военные Да, но это анекдотично Поэтому можно все, что угодно об этом говорить Можно как угодно это описывать Но пока нет фактологии Значит, не о чем разговаривать Конечно же, Россия делает вид, что она там Вообще на это как бы отвернула голову в сторону Этим не занимается Это будет лукавство Конечно же, есть вынимание Есть какие-то те или иные связи Но то, что все важнейшие боевые столкновения Которые происходили с самого начала и до последних времен Были осуществлены силами ополченцев Я-то это знаю просто вот лично Потому что я знаю человек 30 полевых командиров Включая там Моторолу и всех остальных ребят Которых мы тут все знаем в России За которыми смотрим Вот и я знаю, я вижу Какой уровень боеспособности Насколько эти ополченцы за год научились воевать Насколько мощна инерция вот этого русского воинского духа Которая там вот все это организовала и взбодрила Поэтому если есть, то найдите их Покажите нам Тогда мы что-нибудь вам скажем в ответ Вот выпуск этой книжки на самом деле Мне кажется был рискованным экспериментом Почему? Потому что ситуация там меняется Там каждую неделю И ее актуальность тем самым Под относительным вопросом Ответная Знаешь Жень, пребывая в некоторых иллюзиях Касательно своей прозорливости Но просто перечитывая эту книжку Эти тексты Я еще раз говорю Я нашел там такое количество точнейших предсказаний Я например, когда вот начался Майдан Первые дни Майдана Я тут же написал, что у всего этого будет подкладка абсолютно русофобская Что это не антикоррупционная борьба И не борьба за вход в Европу А это так или иначе борьба за раскол Украины Или перекраску Украины В исключительно украинские цвета Даже там квази-украинские Что это приведет к гражданской войне Я написал И никакого благословенного похода в Европу Украины не состоится Он обломится и приведет к распаду страны Это было написано зимой Потом, когда уже был, я не помню, какой месяц Март, допустим У нас была пикировка с Шендеровичем Я когда написал, что сейчас будут бомбардировки Донецка А до них еще оставалось там 3-4 месяца И тогда я посмотрю, что вы скажете, мои либеральные оппоненты На что Шендерович мне написал гневную отповедь Что это только тирании и деспотии позволяют себе бомбить мирное население Имею ввиду американцев, которые всегда Он имел ввиду русских А такая демократия, как украинская Она будет договариваться Не хотя, но будет договариваться И когда спустя 3 месяца начали происходить эти события Ну где хоть один этот Где Витя Шендерович, который пришел бы и сказал Ну ты был прав, но я немножко, конечно, погорячился Никто, ни разу Вот в этой книжке Знаете, отличие, собственно, моих записок, моих блогов, моих статей В том, что я их опубликовал там полгода, год, три года назад Я все их, ничего не исправляя, в этой книжке собрал Если собрать, как бы, тексты, статьи, высказывать моих оппонентов То это просто парад заблуждений, бреда И каких-то там мечтаний, писем Деду Морозу Пусть в России начнется Третья мировая война Пусть все развалится, как можно сказать Они же все это писали Что тут все будет, всему будет конец Ничего этого не произошло Или на 99% не произошло Но они с чистыми глазами ходят, смотрят всем в глаза И продолжают делать, потому что они тут самые умные Самый умный здесь я Вы прочитаете мой текст И там все написано по поводу того, что с нами произошло Я до сих пор все угадал То есть позиции не поменялось за этот год в оценках Потому что я не так давно беседовал Это я ко второй новинке сейчас потихоньку перехожу К альбому «Охотник» Беседовал с Дмитрием Ревякиным Лидером Калиного моста Он как раз очень сильно поменял свою позицию Потому что он ездил на Майдан Был очарован вот этой, ну то что называется, движухой И совершенно сейчас поменял свои оценки С Дмитрием Ревякиным вы работали вместе над «Охотником» Переходим к новинке номер 2 Вы работали исключительно, что касается по музыкалке Или обсуждалась ситуация политическая? Ну никакой особой необходимости что-либо обсуждать не с Ревякиным Там у нас еще есть на льду охотник и Скляр, Саша и Константин Кинчев У нас плюс-минус одни и те же взгляды и воззрения Там была такая минутная, достаточно сложная, не столь однозначная увлечение Дмитрия Ревякина Вот этой именно вольницей майданной Но для меня это все объяснялось его творчеством Потому что я слушаю Ревякина с 1988-го И у него были песни про запорожскую сечь, про казачество Это как бы одна из тем, которые всегда у него в сердце болит И он на какой-то момент увидел там отзвук всего этого Он увидел то, о чем он пел и переживал очень долгие-долгие годы Ему показалось, что то, что потеряно в России, это дух Вот он сейчас каким-то образом проявился У него мгновенно это прошло Он сочинил одну буквально песню Там есть буквально два слова «команданты Ярыш» И меня более всего поразило, что когда мы встречались в очередной раз с Моторолой в Донецке Он эту песню на своем кударцикле, у него там стоят колонки Он в Моторолу включает песню «команданты Ярыш», едет по Донецку И что самое замечательное, когда наши оппоненты начинают нам говорить Что посмотрите, как там якобы в Донецке, в Луганске ненавидят этих оккупантов, сепаратистов, террористов Когда мы ехали с Моторолой вместе, я сзади на своем джипе, и он впереди Ему машут все прохожие, дети, таксисты, старики, женщины Как будто это Рокоссовский едет, или Жуков, или Чапаев, какой-то национальный герой И там сам Моторол говорит, вы когда меня спрашиваете, как ко мне относитесь Чего вы меня спрашиваете? Идите на улицу и спросите у прохожих Их же никто не заставит вам что-то другое говорить Вот в этом вся суть И то, что Моторол слушает команданта Ярыша Это тоже показатель необычайной широты И внутренней свободы Внутренней свободы русского человека, русской культуры Поэтому что нам обсуждать с Ревякиным? Мы все прекрасно понимаем Для меня тут другое было важно Что люди, для которых в детстве для меня были в статусе полубогов Ревякин, Кинчев, я же рос под их фотографиями на стене И прошло 25 лет, и я вдруг стесняясь как-то Отправил там две песни Кинчеву И он мне вдруг перезвонил, говорит Захар, нормально, будем петь песни хорошие У меня был такой восторг, как он у меня может сравнить Когда у меня ребенок там родился То есть что-то произошло вообще нечеловечное, невозможное просто Вот, это было огромное удовольствие Про ребенку было так сказано, что не знающие биографии Могут подумать, что прилепен один ребенок Рождение моих четверых детей Ну немножко поподробнее Что это за альбом Что за материал Есть ли там какая-то О, у нас приехала кошка Давайте сюда животное Традиции у нас Вы помните, да Пристраиваем приютских котов Но альбом охотник не посвящен Охотник По-моему, я уже видел этого Тор 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 Ну это что-то из мифологии Да, да Так, возвращаясь к мифологии Про охотника Что ж, значит, какая-нибудь концепция Есть у альбома? Или это просто собрались люди, единомышленники музыкальные? Верный вопрос Я, знаешь, у меня не скажу, что претензии Но одно из моих наблюдений последних лет или десятилетий за музыкой Что музыка перестала быть, вот это дурацкое слово, концептуально Что нынешние песни Это просто набор определенных там слов Или уж тем более альбомы Которые, ну в отличие от пластины Гременщикова, Цоя, Алисы или кого угодно Или Андрея Макаревича Определенных там тех прошлых лет Они несут какого-то философического или квазифилософического посыла А я накопил какое-то количество к своим 39 годам Какое-то количество эмоций, наблюдений и впечатлений Что наконец вот в этой пластинке Это же не книга, там другими это средствами преподносится Я смог какие-то вещи сформулировать, которые для меня очень важны Ну такая, условно говоря, это такая Ода традиции, ода мужеству, ода консерватизму Ода вот всему тому, о чем написано в книге «Не чужая смута» То есть я эту мужескую концентрацию мужского, русского, просвещенного, свободолюбивого и сурового Я его попытался отобразить такими средствами И я очень доволен этой работой Я достаточно давно занимаюсь музыкой Но здесь впервые получилось ровно то, что я хотел И то, что со мной все-таки записались и Кинчев, и Скляр, и Ревякин И не только они, а еще много-много замечательных ребят Конечно, для меня показатель того, что это было не случайно и не зря Как и где происходила работа? Ну, целый год мы с моими друзьями-музыкантами Которые, в отличие от меня, которые просто могут держать в руках гитару Ну, написать какую-то мелодию, тем более тексты Что-то там прочитать, спеть Они-то профессионалы, да? И целый год я от них добивался вот ровно того звучания Ровно того вот этого удара в голову Который я хотел так или иначе сформулировать И вот мы год записывали эту пластинку Собрали ее по частям Там в городе Дзержинске, где я провел детство Где родился Лимонов и Олег Дерипаска Вот там мы записали альбом Охотника В какой-то момент все вместе в студии были Или просто приезжали на ту или иную запись? Со всеми звездами нет, конечно Это было бы, конечно, приятное Такую общую песню можно было сделать Сейчас вот у меня в деревне, у меня в Кержинском лесу Сейчас мы соберемся и там часть ребят, которые там участвовали в записи И Саша Скляр приедет, и мои ребята, и 25-17 Ну поподробнее вклад вот там Кинчева, Ревякина и Скляра в чем? Это они выступали с авторами или просто пригласили на ту или иную сессию? Нет, там были уже готовые песни Они предлагались и всякий раз, когда я предлагал Они тут же соглашались, что они будут это петь Кинчев немного изменил текст, как-то сделал, чтобы ему было под себя Что называется, удобнее было А Ревякин и Скляр просто пели ровно то, что я написал То они и пели Там было просто, это была такая помощь, не скажу отца, старшего брата Помощь старшего брата Ну давай, Захар, давай мы тебе сейчас поможем И конечно то, что они делали, как они умеют пользоваться своими голосами Насколько велика сила профессионализма в этих ребятах Это конечно сразу, но они просто с первого дубля делают такие вещи Которые я с 25-го не запишу никогда Просто это молодцы Клип будет на какую-нибудь из вещей? Ну, наверное, будет Клипа нет, клипа не было Я как-то посчитал, что то, что происходило в голове и в музыке, любопытнее Но мы тут ездили на Донбасс, много катались Со мной были операторы Я знаю, что со Скляром вы в прошлый раз говорили Ну, не со Скляром Но тогда мы еще не записывали песни Саша был первый музыкант, который доехал до... Ну, то есть я его привез еще полгода назад, наверное, в Новороссию И он там давал несколько концертов Концертов шесть он давал С огромным успехом Все очень этого ждали Это был уже после этого Приехал и Сембэ, и Чечерина Одновременно с нами приехал Кобзон Но я так считаю, что я первый заехал Поэтому Саша был первый Вот он был первый проходец А сейчас там уже и Вадим Самойлов Там вот сейчас ребята там делают фестиваль То есть там ждут Мы сейчас опять же с Моторолой сейчас говорили Он говорит, ну, пора уже приехать спеть уже Ну, что стесняться Все знают уже вашу позицию Ребята, давайте, приезжайте, пойте Вот Вячеслав Бутузов выступил Я с несколькими музыкантами говорил на эту тему С интервью В котором проговорил свою позицию Относительно того, что музыканты Не рок-музыканты Музыканты вообще Должны держаться подальше от любых политических коллизий Не должны выступать там, где идет война буквально И некоторые это восприняли, как его какой-то месседж Макаревичу Который в Сламенске выступил Некоторые, напротив, решили, что это Скляру Скляру Который, да В принципе, прав ли или нет Бутузов Должны музыканты каким-либо образом обозначать свое отношение к войне? Ну, может быть, у рок-музыкантов И у российских рок-музыкантов какая-то иная эстетика Я это даже без иронии говорю Не та, что была у русских поэтов и писателей Который, как известно, есть такое случайное Певец восстания русских воинов То есть для Пушкина, уж тем более для боевых офицеров Лермонтова и Гумилева И для Маяковского, и для Есенина И для Блока, для многих и многих из них Которые напрямую были завязаны и на поддержку пресловутого российского милитаризма И на прямую поддержку и воспевание тех или иных военачальников А уж что творилось во время не только Великой Отечественной, но и Финской войны Но и войны в Прибалтике Но и всех после Великой Отечественной войны, военных конфликтов Когда и Симонов, и Слуцкий, и Луговской, и Самойлов Все были либо военкорами, либо боевыми офицерами То есть то, что говорит Бутузов Не совсем вписывается или совсем не вписывается в историю русской классической поэтической традиции Ну может быть у рок-музыки какие-то другие Как бы этот Пацифик там на стене Может быть они вот как бы отсюда все выросли Хотя, ну Боб Марли тоже был чувак не очень далекий от политики И Ману Чау не очень далекий И там Юту Ну то есть это вопрос личного выбора Если Бутузов считает, что у него это так Значит он имеет на это полное право Просто из этого права не надо делать правила Это просто право, но не правило Сказал бывший ОМОНовец Прилепин Сразу вспомнил в фейсбук дискуссию, полемику Я свою со своим коллегой, который работает в нашем холдинге Вокруг одного из трудов товарища Прилепина И мне было сказано вообще Как можно слушать Прилепина, он же записной антисемит И я так думаю Я попросил привести какие-то примеры Ну потому что я был задачен, всего-то могу не знать Было сказано, что это очевидно По определению Поэтому я к первоисточнику обращаюсь Непосредственно к Прилепину В чем антисемитизм проявлялся? Ксенофобию можно пришить, как мы знаем, всякому русскому писателю Без проблем Я не буду здесь разветвленные цитаты делать по этому поводу Но это очевидно Но вообще Это настолько не по моей части Что мне даже смешно это слышать Я тем более знаю, кто этот человек Я догадываюсь об этом И он пресс-секретарь очень известного российского исполнителя Ну, да И этот исполнитель пишет мне письма О том, как ему нравится роман «Обитель» Серьезно? Да, конечно Андрей пишет мне на эту тему Разветвленные, очень комплиментарные письма Я ему отвечаю У нас в этом смысле нормальные общие эстетические установки Видимо, ему ничего не мешает это делать Мне кажется, Макаревич абсолютно искренен в своих Не буду говорить слово «заблуждениях» Потому что я сразу тогда обозначаю Убеждения Позиции Мне бы интересно было Ваш диалог когда-нибудь услышать Лучше в прямом Да мы встречались Да, но это бы встречались Нет, в эфире коммерсанты мы встречались И уже после всех этих событий Вполне нормально Общались и все обсудили Я понимаю, что у него другой символ веры Я ничего с этим поделать, собственно, не могу Вот именно ключевое слово «вера» Что здесь вот Это бесполезно спорить Конечно Потому что никакие аргументы не работают Там, где есть вера Ну, аргументы только такого долга Потому что о чем я буду спорить Если вот он такой-то Ну, это смешно Ну, как бы Тем более в России это смешно Я просто выступаю за общие правила Если Виктор Шендерович говорит Мне стыдно быть русским Я имею право сказать Как какой-то еврей Когда ты поддержишь людей Которые ходят со свастиками Да, вот это меня поражает, кстати В его случае это не русофобия Тогда и в моем случае это тоже не ксенофобия Это просто мы играем по общим правилам Если вам не нравятся общие правила Тогда не надо этого говорить Вот и все Вот, у нас есть правило Заканчивать передачу Игрой в правду Значит, выбирается фишка Такого же цвета Вопрос На который Озвучивается ответ Или не озвучивается Захар, прошу Одну сразу Одну, да Это голубой Цвет Вопросы на подумать Читать? Да Есть ли у вас какой-либо секрет от родителей Почему вы до сих пор что-то от них скрываете? Я рос в очень странной атмосфере Дело в том, что я в детстве поставил себе цель Никогда не обманывать свою маму И вера мамы была мне настолько велика Моя мама Петяна Николаевна Прилепина Что когда я, допустим, прогулал школу А я часто ее прогулал Она говорила, как дела у тебя с ног в школе? Я говорю, да я там не был, мам И она смеялась, думая, что я шучу Я помню, что я не раз не сказал неправду Это очень удобно, кстати Да, вот поэтому нет Я маму Она тем более настолько видит У меня сейчас такая жизнь публичная Она видит меня с сигаретой, с рюмкой И как угодно И в книгах своих Я уже все описал настолько про себя Что уже и глупо что-либо скрывать Поэтому нет А когда дети обманывают отца Прилепина Он это чувствует? Настолько все это бесхитростно Забавно и мило Я не то что это чувствую Я смеюсь вместе с женой Насколько это все Ну это нормально совершенно Конечно, ребенок хочет, чтобы все было хорошо Он же из заботы обо мне все это делает Я никогда их не ловлю на обмане И это ни к чему совершенно Будет когда-нибудь книга о, ну вот, мемуары семейные О том, мой путь Захара Прилепина Ну, наверное, будет Потому что так много наблюдений Всяких забавных случаев, связанных с детьми Что, ну, немножко я Надо всегда, чтобы что-то написать Надо отступить Пять шагов сделать Немножко они подрастут И потом я начну, ну, роняя скупую мужскую слезу Такая книжка будет Ну, а пока мы читаем эту книжку Слушаем альбом Охотник И благодарим Захара Прилепина За то, что он к нам пришел